всем привет случилась такая неприятность да сразу скажу что извиняюсь за качество видео потому что буду снимать практически с коленки значит телевизор sony работала работал и выключился sony bravia значит я сейчас сниму со стены вот уже сзади покажу точно модель название значит экран погас у него и вот сейчас я включу включается экран чуть-чуть начинает светлеть звук появляется тут же выключается и начинает моргать красный светодиод 6 раз в общем сейчас я его сниму и буду смотреть что с ним вот ну заодно покажу собственно процесс того что я буду с ним делать так снял телевизор со стены вот его модель клв 32 с 550 а декабрь 2009 года ну где-то примерно так я его покупал то есть почти 10 лет телевизору сейчас буду снимать крышку и смотреть дальше снял заднюю крышку рамку облицовочную значит соединил динамики там в принципе все очень легко делается вот значит сейчас нужно эту металлическую рамку переднюю снять снимается она здесь такие маленькие винтики по периметру откручиваются и снимается так рамку снял металлическую теперь нужно отсоединить матрицу значит вот у нас матрица сама экран вот микросхема значит здесь она в двух местах шлейфом соединена и вот центральный значит сплата идет вот его надо отсоединить и снять матрицу собственно вот и все матрица снята значит надо только аккуратнее быть вот она микросхема вот это на шлейф их держится аккуратно чтобы не оторвалась в принципе не должна сейчас матрицу я уберу и будем проверять подсветку теперь нужно снять этот пластиковую черную рамку снимается она поддеванием вот этих вот защелку защелок по периметру и потом свободно снимается рамку снял теперь нужно снять этот вот рассеиватель тут из нескольких частей он состоит и под ним уже значит наши светодиоды так вот лампы значит по бокам вот такие пластиковые заглушки они на защелках металла здесь защелкиваются снимается легко такая вот картина то есть видно что лампы почернели по всей видимости вот это точно не работает вот сейчас сниму вторую пластиковую заглушку вот эту вот и попробую включить посмотреть уже точно какие лампы загораются какие нет поставил панель на пол единственное что отсоединено сейчас это шлейф вот то есть матрица отсоединена вот и колонки все остальное подсоединено ничего больше не разбирал то есть еще раз колонки отсоединил и шлейф колонки просто для удобства сейчас вот ну розетку и посмотрим что у нас будет так вот видели да одна лампа не горит телевизор ушел защиту сейчас эту лампу буду вытаскивать и собственно поеду искать новую чтобы заменить пришла лампа в такой тубе месяц я где-то ждал и в общем нестандартные лампы и плюс все дорогая в общем вошлась она мне 800 рублей если еще с дорогу учитывать съездил за ней два раза то там больше 1000 вот так что такие цены в принципе тоже вам решать стоит там ремонтом заморачиваться не стоит в общем сейчас ее поставлю вот и также включим посмотрим должны все загореться как лампу вытащил и для сравнения в общем сверху новая снизу старая значит ну старая там немножко разбилась вот даже не знаю подойдет нет во первых новая она чуть тоньше я смотрю его тусики у нее получше было видно вот у новый длинный вот у старой короткие не знаю даже может быть придется обрезать их вот как поаккуратнее надо будет сделать с этой стороны тут старая разбилась ну не знаю подойдет нет в общем маркировки то на ней нет никакой естественно на старой лампе я то есть сказал что телевизор sony вот они рулетка в длину померили 72 миллиметра вот говорят редкая муж не знаю ремонтом телевизоров то я в принципе ты не занимаюсь это вот первый вот в общем сейчас попробую поставить посмотрим что получится лампу поставил значит вот он эта лампа значит усики как я уже говорил длинные значит были пришлось их откусить откусывал обычными щипчиками для ногтей вот то есть проблем никаких нет и сейчас будем запускать единственный момент у здесь есть пластинки вот эти пластиковые такие крепления для ламп чтобы они провисали и вот видимо от температуры то есть нагревается все они очень хрупкие стали когда лампы снимал здесь вот и здесь обломились крепление надо сейчас будет как-то придумать как вы придержать вот но это в том случае если сейчас у нас все заработает включаю в розетку все лампы заработали вот и новое в том числе сейчас выключу принципе на этом можно сказать что все удачно получилось то есть все работает кстати светят они одинаково то есть я думал она может быть или будет тусклее работать или ярче наоборот ну в общем светит одинаково вот насколько все это времени значит хватит не знаю сейчас буду собирать конечно все это время покажет но вот старые лампы тут имеют почернение возле где клемма я не крепится с одной с другой стороны я когда покупал лампу ездил по мастерским возможен там где-то от старого подошла бы от какого телевизора там лампа но ни у кого не было одних были они скальтом не продадут сюда в общем помотался я полдня значит и также спрашивал пройти пятом год они могут появиться в принципе там за год за два эксплуатации то что они есть эти черные такие как будто начинают перегорать лампу он говорит с этим черными с таким пятнами на может еще несколько лет поработать вот посмотрим не знаю то есть и также посмотрю насколько эта лампа все-таки я так понимаю не оригинальное то есть видно что отличается от остальных даже сейчас видно во первых она светлее ну ладно эти там от времени потемнели но она тоньше вот но посмотрим в общем сейчас собираем все обратно собирается в обратной последовательности значит пластика вот эти боковины отдел сейчас буду отражать или значит поставить значит поставил рассеиватели вот главное не перепутать их там четыре слоя но в моем случае 4 и честно если я забыл в каком порядке снимал вот даже видео тому записывал пересмотрел так не понял но пока сейчас так поставлю если вдруг что-то не так будет в общем переставлю не проблема значит также защелкнул пластиковую рамку и сейчас ответственный момент будет буду матрицу обратно ставить поставил матрицу шлейф подсоединил значит там в принципе проблем возникнуть не должно никаких также эту металлическую рамку отдел сейчас прихвачу на пару болтиков и попробую также включить вот как включали когда под проверяли лампы вот не посмотреть в общем чтобы что получилось какой результат предварительный и так значит рамку я чуть-чуть прихватил на два винтика и включаем в розетку смотрим что получится но все телевизор работает и заработает вот сейчас соберу полностью и дальше посмотрим ну вот телевизор собран все показывает никаких дефектов нету на изображении не светлых полос не темных звук ну в общем все все работает ремонт прошел успешно на этом все если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь всем пока